Медвежатые куклы, бадминтон и игрушечная автотехника, книги, косметика, мозаика и настольные игры. Это только небольшая часть списка новогодних подарков, которые ребятишки из детских домов заказали Дедушке Морозу. Стоит отметить, что у Ленинск-Кузнецкого зимнего волшебника больше двух сотен лиц. Именно такое количество горожан откликнулось на акцию. Наши горожане казались настолько щедры, что дарили подарки даже просто так. Так неконкретному ребенку говорили, что все равно это пригодится, это достанется детям нуждающимся и найдут своего, так сказать, обладателя. Благодаря душевной щедрости горожан акцию, которая была рассчитана на три выходных, удалось завершить всего за два. Особенно поразил сотрудников Центра молодежи даритель, пожелавший остаться неизвестным. Подарил подарки, вот этот прекрасный велосипед, компьютер, майки, то есть, да, очень дорогие подарки. Он вчера просто так скромненько ушел, но мы бы хотели ему выразить слова благодарности, потому что таких людей на самом деле очень мало. Мы с ним обязательно свяжемся, потому что таких людей страна должна знать в лицо. Связаться навряд ли получится. Известно только имя Максим и номер мобильного, который сейчас вне зоны доступа. Щедрость в сочетании со скромностью – товар по нынешним временам редкий, а потому дорогой. И то, что в нашем городе живут такие люди, вызывает непередаваемые чувства. Если в прошлом году мы подарков не собирали на 40 тысяч, то в этом году сумма увеличилась значительно в два раза и составила практически 100 тысяч. Все полученные презенты уже подсчитаны и поименно распределены. В канун Рождества, напомню, акция называется «Рождество для всех и каждого», Каждый из трех сотен ребятишек получит долгожданный подарок из рук настоящего Деда Мороза. Волонтеры Центра молодежи рекомендуют в этот день обратить внимание на погоду. Она, несомненно, будет солнечной от огромного количества детских счастливых улыбок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok